Режиссер Дэдпула снимает спин-офф о другом мутанте. Студия Disney, которая недавно приобрела компанию 20th Century Fox, собирается расширить вселенную Людей Икс. В производстве запускается еще один спин-офф франшизы. Речь о сольном проекте, посвященном супергероине Китти Прайд. Режиссерское кресло спин-оффа займет постановщик первого Дэдпула Тим Миллер. Напомним, согласно комиксам Китти Прайд, мутант, которая обладает способностью проходить сквозь любые объекты, левитировать и отправлять себя в прошлое. В подростковом возрасте ее суперспособность проявилась в форме сильнейших головных болей, которые позже, попав в школу мутантов профессора Ксавьера, она научилась контролировать. В старой трилогии Людей Икс, а именно в последней битве, роль Китти Прайд исполнила актриса Эллен Пейдж. Затем она вернулась в обновленную франшизу в фильме «Дни минувшего будущего». Именно с ее помощью Росомаха отправился в прошлое, чтобы изменить ход истории и спасти мутантов. Пока неизвестно, вернется ли Эллен Пейдж в готовящемся спин-оффе, или будет заменена юной малоизвестной актрисой. Вин Дизель может сыграть супергероя Бладшота. Звезда Форсажа и Стражей Галактики сейчас ведет переговоры с представителями Sony Pictures насчет своего участия в экранизации комикса «Бладшот». Если переговоры увенчаются успехом, Фин Дизель исполнит главную роль. Еще в 2015 году студия Sony объявила, что собирается снять целых пять фильмов по мотивам комиксов издательства «Валиант Интертеймент», «Бладшот» и «Предвестники». Сперва выйдет отдельные картины, посвященные этим супергероям, а затем сюжет плавно перетечет в кроссовер под названием «Войны предвестников». Четвертый сезон «Эрика и Морти» поклонникам придется ждать не меньше, чем финал «Игры престолов». Пессимистический прогноз дал один из сценаристов в шоу Райан Ридли в недавнем интервью. «Я очень удивлюсь, если четвертый сезон выйдет раньше 2019 года». По словам Ридли, сценариев для новых серий нету, а все ответственные за него заняты другими делами.